Всем привет! Я думаю, что мы в принципе с вами готовы. И в целом, если вы не занимались крампом вообще, это тоже актуально и полезно для всех. И если вы занимались крампом и много танцуете, я хочу с вами поделиться своим видением определенных вещей. И начнем мы с понятия лэб и то, как лэбить, и как я вижу, как лично я. Это мое персональное понимание слова лэб. Оно связано с общением с другими людьми, оно связано с какими-то своими взглядами на это слово. Вот. И с вами делюсь. То есть я не настаиваю, но чисто с вами, короче, поделюсь. Значит, лэб – это ваша тренировка, персональная тренировка. Лэб – это танец полсилы. Вы можете называть это по-разному. Лэб, короче, это когда вы просто трените. Трените что-то свое и все. И многие люди, насколько я знаю, особенно крамперы, они начинают тренить. То есть просто лэбить – просто так, просто лэб – просто. Просто лэб. Типа ты надеваешь наушники и начинаешь танцевать. Вот. Просто как идет, как ведет музыка, и ты такой бум, двигаешься. Это прикольно. И в чем плюс этого? В том, что в тебе есть техника какая. Ты поддерживаешь техническую составляющую в своем танце. И на этом заканчивается весь смысл лэба. То есть ты тренишь по кругу просто. Ты тренишь просто. Хотя в первую очередь теперь вот мое видение, мое наблюдение и то, к чему я пришел. Зачем нужен лэб? Вот лэб нам нужен для того, чтобы исправлять какие-то недоработки наши. То есть, например, я начинающий. Начнем с нуля. Я начинающий посмотрел туториал, посмотрел обучалку по крампу, увидел движение. И дальше мне нужно его лэбить. Мне не нужно стоять… Нет, мне нужно немножко постоять, потренить движение. Да, отдельно чисто движение. А потом нужно это движение лэбить. То есть я буду с вами в дальнейшем, на будущее, общаться и много употреблять этого слова. Тебе нужно лэбить это движение. То есть, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Это у тебя есть движение. Ты знаешь, когда ты его практиковал, именно это движение. Дриллил, да? Вы знаете, что это такое, да? Дриллил. Ну, типа, это когда ты по кругу отрабатываешь одно движение. В данном случае мы берем, там, тренили одно движение много раз подряд. Одно движение в цикл завели и тренили. Стомп взяли и делаете один стомп. Его берете и отрабатываете. Вот это называется, там, дриллил. Либо же это может быть серия движений. То есть объединение, как там, двух, трех движений. Вы берете их по кругу делаете постоянно. То есть, там, армсвинг, стомп, честпап. Армсвинг, стомп, честпап. Это тоже дриллил. Понятно? Да? Вот. Потом, типа, после того, как вы задриллили движение, вы его должны залэбить. Залэбить это, типа, имитация дэнса. Это может быть в полную силу крамп. Это может быть в полсилы крамп. Но вы его учитесь применять в танце, внутри танца. Делать, юзать его. То есть выстроить свой танец, выстроить свой лэб на основании этого движения. Все время про него помнить. У меня есть стомп, и я понимаю, что вот этот стомп. И свой лэб я строю на том, чтобы... Так, мой стомп, например, да, его техника заключается в том, что я поднимаю колено перед собой. Бум. И ставлю ногу вниз. Соответственно, во время лэба я начинаю думать, что мне нужно сделать, чтобы поднять ногу. После какого движения, то есть что может быть триггером для начала моего стомпа. И типа, фокус-поинт. Куда, как моя нога будет подниматься. Если фокус-поинт вниз, если фокус-поинт вверх, если фокус-поинт вперед будет. Хотя, а стомп должен быть один и тот же. Ну, там, у меня в голове, в моем лэбе. Что это будет? Как он будет подниматься? Ведь как он будет подниматься? Ведь от разного фокус-поинта, например, в данном случае, у меня другое ощущение будет для стомпа. По-другому. Где-то я могу посмотреть резко, ну, то есть там в сторону, и тут мне хочется сделать стомп резко. Где-то я посмотрю вперед, мне хочется стомп сделать с выпадом вперед, например. Либо я что-то там увидел, и стомп сделаю уже назад. Хотя я точно так же подниму, но от этого нога поставится назад, а не на исходное положение. И в этом заключается лэб, что есть стандарт. В стандарте мы отрабатываем движение вверх-вниз. Я беру сейчас пример одного стомпа. Это касается всех движений. Армсвингов, чест-папов. Ну, короче, все-все-все движения, которые мы с вами проходили, это у нас 56-й туториал, да, и он у нас строит, это как только теоретическая, да, составляющая. А все 55-й это были практические моменты. Соответственно, все вот эти, вот этот 56-й, это итог вот этих 55 базовых элементов, которые мы с вами прошли, и их, как их теперь нужно лэбить, как их нужно тренить. Там даже больше, потому что 55 туториалов, но в одном туториале много вариаций было, да, там 64 вариации джеба и так далее. Соответственно, мы применяем это. Я сейчас говорю на примере со стомпом. И, соответственно, я беру и делаю все то же самое. Например, я могу сделать кетч, и после кетча я могу сделать тот же стомп. И от этого у меня получаются мои адвенции, от лэба. От того, что я лэблю это движение. У меня есть стомп, у меня есть еще навыки, какие-то другие движения. Я могу сделать просто смену армплейсмента, и от этого будет тоже подниматься стомп. И вот в связи с этим, что я там, например, раз-два поменял армплейсмент, и от этого мне не хочется просто поднять стомп. Мне хочется его поднять деревянно. Бум! Это не делает мой стомп не стомпом, да, это делает мой стомп адвенцистом, открытием, в первую очередь, для меня. И это открытие не получилось бы без лэба. Это открытие не получилось бы без каких-то там объединений и движений. Понятно? И то же самое мы идем дальше в лэбе. Мы сделали стомп. Что я ощущаю, когда я сделал стомп? Что я чувствую? Ведь сейчас от триггера мы идем, от начала мы сделали там что-то, да, там такой вот пощечину кому-то сделали. Бум! От этого пошел стомп, бум! И что дальше? Меня несет дальше. То есть я дальше делаю какой-то поворот. Понятно? Да? Соответственно, уже и получается, что за счет лэба я приучиваю себя двигаться. Просто двигаться, реагировать на это все. Возвращаемся немножко назад. Это понятно, о чем я говорю? Для чего нужен лэб? То есть я, когда лэблю, я в первую очередь, я не делаю лэб в полную силу. Не знаю, насколько это правильно или неправильно. Пишите в комментарии. Но я делаю в полсилы для того, чтобы чувствовать, куда меня несет. Потом я в полную силу буду вестись там, возможно, где-то на поводу своего движения. Вот то же самое берем. Я делаю смэк, бум, меня несет на стомп, и отсюда я поворачиваюсь. Если бы я тренил это жестко, типа, и держал свой стомп, держал, типа, бум, все, меня бы не несло. Бум, бум. Я бы сделал это так, в полную силу. За счет того, что я попробовал это сделать в полсилы, потом в полную, я пойму, куда меня несет эта траектория. Я делаю в полную, бум, бум. Понятно? И я уже могу это потом интерпретировать в раунде. Но перед раундом мне нужно потренить. И я вам советую тренить свои какие-то моменты, недоработки, которые первое вы видите. А, это мне? Спасибо. Давай, и тебя. Спасибо. Спасибо. Прикольно. Что сбил меня? А, когда я леблю, то в первую очередь я леблю те штуки, которые я считаю у меня отстающими. Типа, я вот заметил, я смотрел свой крамп раунд на видео, посмотрел, и мне вот что-то сильно режет глаз. У начинающих режет глаз, как правило, как правило, но не сто процентов. Какое-то движение паразит у начинающих дэнсеров. Начинающие для меня это люди, которые танцуют до трех лет, до двух-трех лет. Соответственно, леб можно выстраивать на том, что, типа, первое так, я взял на заметку, у меня есть движение паразит, капец, оно меня бесит. Как мне избавиться от движения, там, паразита, которое, капец, там, не знаю, вот так делают во время раунда. Либо раньше у нас было, мы подтягивали штаны все время, а сейчас это часть мужского крампа. То, что отличает, потому что девочки очень редко как-то это делают, а пацаны прям все время, типа, нужно заполнить, не нужно заполнить, но как-то на внутреннем таком. Ну, там, часть стомпа и так далее. Просто изначально ситуация была очень высокая. Ну, может быть, да, то, что девочки уже их завязали себе там. Ну, короче, то есть, я помню об этом, но как это, типа, отдельно выстраивать свой лэб, чтобы искоренить движение паразит, как-то мало, мало задач. Потому что я буду просто тренить и все. То, тогда мы берем какую-то еще второстепенную штуку, либо же даже, это можно назвать не второстепенной, а следующую недоработку, какой-то там момент. Например, у меня там нечеткие руки, линии все время кривые, например. Либо очень много ровных рук, начинающие, бывает, вот, что они вот так вот танцуют, да. Либо все время прям вот нету каких-то аутсайдов у них, у них все время какой-то кокон. И вы трените вот это, да, там, например, выравнивать линии, открытые формы делать. И потом при этом замечать, например, движение паразит. И вы, и вот ваш лэб, вы танцуете, вы пробуете новые формы, у вас раз там вылезло там движение вот такое. Вы такие, так, все, теперь с движения паразита я делаю там что-то особенное. Да, я всем советую от себя не убирать полностью движение паразит, я советую это движение сделать изюминкой вашего дэнса. То есть юзать его по-любому, но не так часто. И уже ваше движение паразит будет не движение паразит, а движение триггер. Типа вот вы бум, то есть во время лэба я приучу себя к тому, что когда я буду делать этот выпад, то у меня не будет просто перетоп, как я обычно это делал до момента, как я это увидел, да. Это будет триггер, так, все, я ставлю ногу, и тут у меня там, не знаю, например, какой-то там кик будет, либо, ну, что-то другое, понятно? Типа я ставлю ногу, бум, и вот у меня будет там какой-то армсвинг, например. И все, и теперь в любом случае, когда я буду делать, и тут я бам, сразу же у меня будет это, типа, ага, окей, бам, буду делать сброс. И это уже будет такой достаточно качественный паразит, который будет, скорее всего, отличать меня от вас. То есть это будет моей особенностью, и когда меня будут пародировать в какой-то там крамп-крокодил игре, то будут юзать это движение, и всем будет понятно, что это я. То есть это будет моим характерным движением, а не движением-паразитом. Понятно, мы таким образом конвертируем. Но это так, очень субъективно, но в целом рабочая штука. Мне это в свое время помогло избавиться от многих движений-паразитов, которые присутствовали в моем дэнсе. Месседж заключается в том, что лебедь просто в кайф, с пустой головой, я вообще не советую. Вообще не советую, потому что это пустая трата времени. Конечно же, лучше даже полебить с пустой головой, чем полежать в кровати, это понятное дело. Но лучше просто взять свою задачу у вас, у нового поколения, вот сейчас у вас, у зрителя, который смотрит. Вы можете сделать раунд танцевальный, снять его, отправить кому-то из крамперов и попросить, чтобы вам написали какой-то фидбэк по вашему раунду. И этот фидбэк, соответственно, и будет вашим перечнем недоработок, над которыми нужно работать. Вот и все. Я советовал вам брать максимум две недоработки, которые вы юзаете в лебе, не больше. И, соответственно, я лично также и стараюсь говорить вам такое количество недоработок, максимум три. Я могу много сказать, но я не вижу смысла полностью разваливать танцора и ему говорить это, это, а еще это, а еще это. И ну и можно к этому придраться. И ты такой, типа, чувак стоит, такой, так, надо походу начинать заново тренить или что? У меня вообще есть что-то нормальное? А потом ты начинаешь хвалить и такой, не, ну это в принципе норм и так далее. То есть, я считаю, что лучше выделить одну, максимум две недоработки и их озвучить. Соответственно, когда вы получаете фидбэк по вашему дэнсу, пересмотрите это видео максимально объективно, объективно. И постарайтесь увидеть, что, к чему. Типа, есть ли это, согласны ли вы. Также вы можете уточнить у человека, который вам пишет фидбэк, типа, а я заметил, что у меня еще есть такое, там, например, ноги. Что ты скажешь? И вам, например, человек скажет, что, там, не знаю, ноги, то, что ты делаешь три движения ногами, это норм, но лучше тебе там сделать акцент сейчас больше на тревел. Тогда и работая над тревелом, допустим, у тебя пойдут какие-то еще футворки и все такое, то есть, ты таким одним махом рубишь сразу же, убиваешь два зайца. Понятно? Ну, это пример. Вот. То есть, зачем этот вопрос нужно задавать? Для того, чтобы понимать, насколько вы есть объективны относительно самой себя, самого себя. Понимаете? Типа, насколько вы умеете и можете увидеть в себе недоработку, чтобы, если вам не напишут фидбэк, если вам не помогут разобраться в себе, насколько вы сможете сами это сделать, когда вы будете смотреть свой танцевальный раунд. Вот и все. Объективность. Нужно ли вот так вот себя загонять в жопу, когда вам все не нравится? Не нужно, потому что это есть норма, это есть нормально, это есть круто, если вам все не нравится. Но и сама вот есть вот куча, куча вот говна, куча говна. Это ваш раунд танцевальный, да? И вот вы так наклоняетесь, так, и вот тут вот, да, от вершочка вот этого больше всего пахнет, а дальше оно так расплывается, лепеха, допустим, да? И вот этот вот вершок вам нужно определить. То есть, это нормально, что вам не нравится. Я, мне дико слышать иногда, что людям нравится их дэнс. От новичков, да. От новичков, да. Ну, просто, когда я был еще давно у Фэмми, у Пашули, да, у Слэма, он прям капец, он делал сверх какие-то бомбические раунды, и я ему говорил, чувак жестко, а он ходил и говорил, да фу, все, отстань от меня, горе, отстань. Так, что-то, что-то типа такого было. И я не понимал, типа, что за жесть, говорю, у тебя все круто, я вообще не понимаю, что. И потом, проанализировав, спустя какое-то время, я понял, блин, да это нормально, ну, это прям прикольно. Так, наверное, потому что ты всегда можешь развиваться, ты всегда понимаешь, что есть куда развиваться. Круто, вот. Поэтому, ваш раунд говно, ваши танцы говно, круто, ищите вершок говна, и вот этот, срезайте его по чуть-чуть. Срезайте, снимайте новый раунд, то есть срите новую какаху, и там будет что-то опять новое на вершине какахи. И опять работайте над ней. Это может быть новое, либо старое. Но все зависит от того, как вы будете лэбить. То есть, возвращаемся обратно. Что такое лэб? Лэб – это работа над повышением уровня. Лэб – это работа над ошибками. Лэб – это не просто, типа, растанцеваться и прийти там в форму, чтобы мышцы почувствовать. Да, это не физкультура. Лэб – это осознанный дэнс, практика, и который вам поможет реально круто затанцевать. Я говорю и повторяюсь вот так вот много для того, чтобы максимально много понятных примеров вам привести, чтобы вы понимали, зачем это нужно. Потому что, когда вы просто ходите на тренировки, мы занимаемся с вами практикой. И мы очень мало с вами лэбим на тренировках. Мы лэбим 5-10 минут максимум с часа тренировки. Ну, это прям очень мало. Мы лэбить должны, ну, час-полтора хотя бы, помимо тренировки. Потом идти на тренировку. То есть, как идет процесс в идеале, как бы я видел. Есть процесс обучения. Вы приходите на тренировку, я вам рассказываю тему. Вы учите ее. Потом мы с вами 10 минут лэбим. Это типа я хожу и смотрю, как вы юзаете это, применяете в дэнсе. И, соответственно, на тренировке я вот так вот тыкаю. О, круто! Либо подхожу и что-то говорю, типа то, это, там, ноги шире, руки выше и так далее. Корпус выровнять. Еще там что-то. Вот. То есть, я вас типа учу обращать внимание на что-то во время вашего лэба, чтобы потом без меня, когда вы будете лэбить это движение, которое было на тренировке, вы тоже помнили еще, помимо того, что там стомп, да, еще нужно держать армплейсмент, еще нужно как-то юзать корпус и не смотреть постоянно в пол. Да, вот основные там штуки. И вы уже лэбите более-менее нормально. Вы используете разные армплейсменты, вы смотрите, вы юзаете корпус и от этого строите истории, которые подводят вас к стомпу и которые потом есть продолжением вашего стомпа. Понятно? Да? Вот для этого нужен лэб. Для того, чтобы хорошо затренить штуку, тему, которую мы с вами учим на тренировке. Для этого лэб. И теперь подумайте, сколько вы лэбили и лэбили ли вы вообще, особенно те темы, которые мы с вами уже прошли. Было такое? Не нужно отвечать, просто. Тогда был бы результат еще лучше. Потому что я смотрю, вот сейчас я отвечу, я смотрю, вот, например, у нас последняя тема была, там, рамбл. Блин, очень круто. Вот сэшн, Соня, вообще бомба. Ну, все очень круто открылись. Я рамбл поставил на конец, потому что на самый конец, типа, чтобы, ну вот, знаете, перед Новым Годом прям напрячься, сделать этот прыжок, перепрыгнуть через сложный забор под названием рамбл и встретить Новый Год. А вы, для вас рамбл оказался очень простым. А что было перед рамблом у нас? Баунс, да, в итоге я думал, что то будет маятник, по-моему. А, хипс, хипс-баунс, по-моему. Ну, короче, и он оказался самым сложным. То есть все вышло его совершенно наоборот. Хотя я думал, что, нет, этот у вас получился как раз. У вас не получился. Ну, короче, не важно. Суть в том, что вы прям круто сделали. И в чем суть, к чему я веду? Вот мы это тренили. Мы потренили рамбл. Вы его полэбили, да, помните? И потом вы сделали раунды с рамблом. Вау, это было круто. Ну, прям круто. Вау. И теперь потом. Сэшн, субботний сэшн. Никто не юзает рамбл. Как будто бы не было, как будто бы не было этой темы. Понимаете? То есть все. У нас в пятницу была тема. В субботу сэшн просто. И вы не юзаете его. Очень мало. Ну, там типа тебе, ты юзаешь все. По чуть-чуть. То есть когда, например, для меня, когда тема там, не знаю, футворк, либо движение руками какие-то, или что у нас было, честворк, по-моему. Я для себя вообще, типа, не ставил задачу. Ну, типа, я просто делал раунд обычный, как я делаю. Я помнил, что там нужно юзать что-то ногами. Но у меня не было такого, что... Сейчас. Это, это. Такого не было. То есть за счет того, что вы будете лэбить все время эти задачи, которые мы треним на тренировках, вам не будет предоставлять какого-то дискомфорта. Потом танцевать спустя три года, примерно, да. Типа, так, блин, у меня еще ноги там жестко супер отстают. Вы это все затрените. Вы будете просто переключаться. Просто переключать вот, типа, сейчас работает все, что ниже пояса. Потом работает корпус. Потом верхние конечности. Для меня верхние конечности, их три, это раз, два, три. А не вот это. Ну, мне так проще. Типа, ну, торчит с корпуса вверху. Ну, вот. Раз, два, три. Три штуки. И ты, типа, уже воспринимаешь три конечности. Вот. Так, что ты хотел? Я танцую прям уже, получается, шестой, да? Пошу, ты знаешь, ты считаешься. Ну, наверное. Короче, четыре года я лэбил, как Артем говорил, неправильно. То есть, типа, именно просто. Что-то я, типа, танцевал. Я просто помню, это с Black. Это было, получается, у нас два часа или час в перерыв. Там был Hard Kids, да? Типа, и мы еще до этого, типа, всегда приходил, и ты просто тренил там фички, вот это все. И два часа, типа, просто что-то танцевал, потом еще после тренировок домой приходил, танцевал. Но я, типа, просто танцевал, у меня не было задачи что-то сделать. Типа, там, стомб или, там, плечо, как-то зашел бы. Вот. Но я, да, короче. И вот именно, начиная с сентября этого года, я понял, вообще, для чего, типа, как устроил онлайн, потому что Артем сказал это. И это реально очень жестко, типа, вас левелапает. Потому что, если будете просто танцевать, типа, просто, ну да, кайфуете, да, кайфуете, да, кайфуете, можно дома, типа, начать 5 минут фитнес делать и все. А именно, когда ты тренируешь задачу, тебе появляется и дофигища мумов, и просто, типа, ты затренировываешь всякие штучки. И, в принципе, мне, я вчера даже, вот, я ходил к плейбе на тренеру, и там была вот такая штука, и я, типа, делал именно, попытался плейбить так, типа, именно, типа, акцент чисто на вот это. И я для себя столько всяких штучек нашел, и вообще, всего прикольно, поэтому, короче, левьте задачи, потому что это реально очень важно. А то будете, как я, 6 лет танцевать, и херен будет танцевать. А получается, я вот, именно, почувствовал, что я именно танцую каун только в этом году. Поэтому, друзья, взрывайте, слушайте, это у вас под файл, обязательно. И лепьте осознанно. Все, спасибо. Так вот, продолжим. Спасибо, я как раз вспомнил, что я хотел сказать еще. Так же, ну, раньше, когда я начинал, у нас не было лэба такого, у нас не было, типа, понятия лэбить и так далее. У нас было понятие готовиться. Раньше были соревнования, как-то они проходили либо один раз в два месяца, либо один раз в три месяца. И мы тренили от соревнований до соревнований. Типа, ты пошел на соревнования, прошел, выиграл, не прошел, неважно. Ты тренишь одно к соревнованиям, ты там обнуляешь всю инфу, то есть там фишки какие-то, сливаешь на соревнованиях, какие-то свои навыки и так далее. Все, ты пошел, сделал после соревнований, ты можешь на соревнованиях спросить у кого-то, что мне делать, что мне тренить, у судьи, да, там, почему я проиграл, обычный, стандартный вопрос. Либо же подскажи, что тренить, и он тебе говорит, и ты тренишь это до следующего ивента. То есть мы не лэбили раньше, мы готовились, все время, вот, подготовка. Ну и в принципе, это подготовка и есть лэбом, оно называется, но у нас мы тренили просто не лэбом это называли, мы типа, что делаешь, я готовлюсь, я готовлю, все. У меня вот есть 4 комбинации и 12 фишек, все. А лэбить, сейчас, а лэбить, типа, там, особо танцевать, ну и так, ну очень мало было, мы прям, мы готовились. А сейчас, лично у меня наоборот, я, конечно же, не перестал участвовать на соревнованиях, и соревнований стало меньше, и я так часто перестал участвовать. Я больше делаю акцент на дэнс, на фристайл, на здесь и сейчас, но я прекрасно понимаю, что это неправильно, потому что должны быть заготовки, но заготовка это не есть часть лэба. Мы можем один из лэбов выстроить, например, как треня моей заготовки, типа, я импровизирую, треню, например, во время импровизации, во время лэба своего я делаю акцент, допустим, на движение головой, и плюс раз в 30 секунд, либо один раз в минуту я делаю фишку, которую я готовлю на соревнованиях. Таким образом, за 5 минут я там 4 раза повторяю материал, и плюс я треню сам танец непосредственно. Допустим, у меня отстающая голова, и я, типа, ее треню, треню все разные движения, плюс материал. Отдельно тренить материал, лэбить, типа, материал, мне кажется, это невозможно, потому что, ну, это материал, это, типа, вставка, это коронное движение, x-ray, не знаю, как еще назвать, понятно? Типа, это нельзя, оно просто вот есть, бум, оно должно быть вот четко, ну, и все. Там материалы, это уже совсем другая тема, но в целом, типа, как тренить материал, может, можно ли тренить лэба материал? Нет, но можно затренировать в лэбе свой материал, чтобы потом в танце оно получилось. Потому что, тоже, когда я начинал танцевать, много лет, года три, наверное, я делал фишки, я просто делал фишки, вот, сделал фишку, сделал фишку, я ее затренивал идеально, идеально, все. Она 10 из 10 получала, 10 попыток, и 10 раз она у меня получается подряд, каждый день. Хорошо. И тут я ее применяю на баттле, и она у меня не получается. Причина, ну, причина первая, первая, нервы, атмосфера, сбитое дыхание, забитые мышцы. То есть, я не тренил это, да, когда я протанцевал, допустим, минуту, когда у меня уже, когда у меня забилась нога там от стомпов, да, и я уже не чувствую, я уже не готовлюсь, я же танцую, мне нужно внезапно, и я там бросаю кепку, фух, и подкидываю, а она летит выше, чем нужно, да, и получаются разные такие штуки. Вот. Поэтому делать материал частью лэба, да, 100% да. Потом тренить это в сэшене, в полноценном раунде, да, 100% да. И потом уже делать эту фишку на соревнованиях, и больше вероятности, что она получится, чем вы будете просто сделать материал, и будете никому его не показывать, как это раньше было, никто не увидит. Только мой друг на тренировках, посмотри, круто, да, круто, ву, жестко. Все, все, держу, держу, тренирую, кучу раз повторяю, дома встаю, резко, чик, с закрытыми глазами делаю, все, круто получается. На соревнованиях, бам, не получилось. И ты такой, ааа, и ты не потренивал. Как выходить с этой штуки? Да, типа, если я слажал внутри, что делать? И ты такой, ааа, ну, то есть, видно вот это, да, это я говорю про первые этапы. Потом, вот, видите, на своих, на своих ошибках я уже, типа, понял, так, а нужно сделать так. Нужно быть готовым, если я слажаю в этом моменте, в этом моменте и в этом моменте. И если вот конец, и я тут еще слажаю, нужно быть везде готовым. Вот. И это все благодаря просто ошибкам. Ты когда, бам, там, палка в колеса, там, 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 и ты такой, блин, да шо ж такое, надо быть готовым. Поэтому я вам советую не ошибаться, как я на соревнованиях, а просто прислушаться ко мне и поверить. И я думаю, что вы не будете тратить много лет, как я, на то, чтобы понять, как нужно готовиться и так далее. И я думаю, что вам будет проще. Поэтому лэб и материалы. Лэб как подготовка к чему-то. Я вам советую для себя, вообще все время, каждому советую участвовать на соревнованиях максимально. И прям, если вам даже не хочется ничего никому доказывать, просто для себя, для себя проверять свой скилл. И нужно разжигать в себе этот огонь для того, чтобы вы просто понимали, что вы развиваетесь, а не стоите на месте. Поэтому я буду участвовать в 2021 году на соревнованиях. Ждите, камон. Мэдмен там возвращается, Спидфайр возвращается. Ну, как возвращается? Я... Янг Мэдмен. Ну, Мэдмен как внутри меня персонаж я имел. Короче, просто нужно участвовать для того, чтобы сливать эту всю жизнь. Всю инфу. Просто сливать то, что вы тренете. Тренете вы много. Даже если мало тренете, то смысл мало тренить. Нужно тренить. Мы уже кайфуем. Мы кайфуем этим. Мы кайфуем либо от процесса, мы кайфуем либо от результата. То есть, чем больше мы будем тренить, тем больше мы будем кайфовать. Тем больше будет результата. И в любой момент, ну, вернее, в любой случай, типа, если я кайфую от процесса, то, соответственно, я и от результата тоже буду кайфовать. А если я кайфую только от результата, это тоже нормально. Да, чуваки, которые бухают, и никому же не нравится водка, да, но и всем нравится автер эффект. Ну, алкашам, не всем, а типа алкаши, которые бухают, правильно? Ну, всем нравится только после. Никто же не пьет водку, типа, там, хоп, такой во рту еще, и глотнул, да, все такие, сразу же закусывают, вот это все дело. Нет, если женщин все-таки глотит, то похвально будет увольна пить. Ну, в общем, то же самое и тут. Есть моменты непрухи, есть вот эти все разные штуки, опять же, это другая тема. Ну, в целом, просто знайте, что вы должны себе поставить вот этот режим, типа, тренить, тренить, тренить и сливать инфу, тренить и сливать инфу. И прям максимально обнуляться. Это очень круто. Я еще не обнулился, чтобы вы понимали, с 2010 года. Вы видели, у меня материалы на компьютере, которые я опять поднимаю, я беру этот материал за основу, накидываю на него новшинства какие-то там с кепками и треню этот материал. Ну, в 2021 году я солью все материалы. Это точно. Ну, на карантине вот этом точно я все, короче, все свои дела поделаю, солью все материалы. Ну, отвечаю. Чувак, Ви, у меня ноут будет пустой. У меня просто на ноуте... У меня на ноуте где-то около 40 материалов, фишек, которые я снимал вот с 2010 года и так далее. Нет, 40 фишуль, но это типа те штуки, которые вот я снял и не доделал. Чуть-чуть там концовку, либо внутри мне что-то не нравилось. И я такой, ну сниму, ну закину, пусть висит, потом вернусь. И делаю новый материал. Иной там, другой сделал, слил его там где-то на сэшене, либо на заказном. И вот так у меня накопилось столько материалов. Там, жалко удалять, потому что идеи прикольные. Прям вот до сих пор я смотрю, и мне прям прикольно, нравится. Только нужно доработать. В 2021 году я солью все, да. Да, да. Слово мужика. Слово мужика. Я солью эти все материалы. Не важно, будут батлы, не будет батлов, я солью их просто в Винсту отдельными видосами. Но я солью это до начала лета. Все материалы солью. Либо в батлах, либо в Винсту. В концу 2021 я солью все материалы. Нет, я солью до начала лета. Я там в декабря 2021 года. Все должны. Все должны. Я отвечаю. 31 мая он удаляет все. Да, если что, я вообще форматирую в диск полностью. Да, у меня есть канал, не сперва мать. Что, значит так, лэб. Вам понятно теперь по поводу лэба? Я надеюсь, что я максимально доступно объяснил. Опять же, это мое видение. Это не истина, типа, что такое лэб. Я могу ошибаться, я могу говорить вообще то, что люди другие вообще по-другому как-то тренят и воспринимают. Поэтому вы можете быть со мной не согласны. Пока что на сегодняшний день мое мнение по поводу лэба есть такое. Я кайфую, когда я лэблю. Мне нравится. И вам советую лэбить каждый день. Хотя бы немножко, хотя бы полчаса. Ну, меньше, чем полчаса лэбить это как-то не считается. Часто? Ну, хотя бы полчаса. Ну, для начала, для начинающего человека лучше тренинг. Ну, если вам сложно, лэбить. Потому что я раньше, когда я вот все, я начал тренить, я рассказывал вам, старички мои, что у меня тренировка была 8 часов в день. И типа, 1 час это 1 часть тела. Если бы я тренил сейчас, то я бы брал 1 час, 1 движение. Лэбить именно движение. У меня было, я для себя разделил 8 частей тела. Я не помню уже какие, но я сейчас попробую их показать. Это голова, это плечо, это рука, 3, это чест, 4, это корпус, в целом, 5, таз, 6, ноги, 7. И скорее всего плечевой пояс. Скорее всего. У меня вопрос. Если ты тренинг 8 часов в день, то как свой тренинг тайдайс? Ну, чувак, я же, смотри, я тренинг, сколько тренинг тайдайс. Я, во-первых, не знаю, сколько. Мне кажется, что он вот сколько живет, столько и тренинг. Ну, типа, он проснулся, он крамп. Типа, all day, every day, every single second, наверное, понимаешь? Типа, это раз. Два, я просто тренинг, типа, не факт, что я тренинг хорошо, правильно, понимаешь? Я двигался просто. Ну, он же диктует новшинство, значит, он тренинг правильно. То, как он делает, это правильно. Никто не знает, как правильно, неправильно. Ну, типа, ну, все же идут за тайдайсом, а не за мной. Короче. Это факт, я не преувеличиваю то, сколько я тренинг, я честно. Каждый день я вставал, и типа, чтобы тренинг, я честно говорю, чтобы тренинг, я себе, типа, расписывал этот режим. У меня на скотч к шкафу был прилеплен список дня, типа, что я делаю. И просто листик, белый листик. И там было такое, что, типа, вот, я просыпаюсь, я должен потренинг две части тела до первого приема пищи. Это, типа, два часа. Вот я проснулся, я должен, если я не треню, и типа, я считал тренировка, типа, каждый секундомер. Типа, если я иду пить воду, это не тренировка. Типа, я стопал, пил воду, бум, и начинал тренинг. Понятно? То есть у меня, типа, беспрерывная тренировка должна длиться два часа. И вот так вот, ну, я прям жестко тренил. Это, это правда, не преувеличиваю. И, соответственно, из-за того, что я поставил себе такие ограничения, я тренил. Почему так было? Это же не был какой-то карантин и так далее. Я тогда переехал только в Киев, и я начал работать в Майвэй. Это был 2011 год. Вот это то время, когда я начал так тренить. То есть три года до этого я тренил там на тренинг, с вобром и так далее. Там шоу-балеты были и все такое. Когда я начал преподавать в Майвэй, все, я ушел с шоу-бизнеса, перестал танцевать на потанцовках у разных артистов. Вот. И вот все, теперь чистый крамп. И в итоге в Майвэй у меня были тренировки среда-суббота на 7 вечера. У нас еще есть эта группа. Вот это моя первая группа. Вот. А все остальное время мне нечего было делать. И у меня не было денег, чтобы ходить гулять, бухать и так далее. То есть, ну, что делать? Есть только интернет, в котором не было крампа. Чуть-чуть там было что-то. И треки, которые ты на репите просто ставил. Одна тренировка – это один трек. Поэтому все старые треки, я знаю, как вы сейчас новое. Вот. И все. И вот так вот тренировок. Да, что? Наполнение, это, чтобы все понимали, какой ты был жесткий и длинный. Да, он Вальфон Джексон начал. Только Вальфон... Он очень больно, неприятный. Говорил, что он был черным, а сейчас стал делать. Что ты не позволял себе идти лезть, потому что Бог в футбол не выднул. Такого было, ну да, да, да. Это было... Ну, это неправильно, видишь? Нет. Сейчас, дай я расскажу. Вот, Егор сказал, чтобы не кропать там, что я им рассказывал, как я тренил и не позволял себе идти хавать до тех пор, пока у меня, ну, ты когда тренишь, у тебя сухое место остается вот тут вот. Самое последнее, оно становится мокрым. Спина все вниз текает, да, там полукруги такие, да, у нас на футболках сзади и впереди. И ты дома вот это стоишь и фигаришь. Для начала, типа, чтобы ты был мокрый. А потом ты такой снимаешь футболку и замечаешь, блин, сухое место вот тут осталось. И ты такой, а что если ты будешь тренить настолько жестко, чтобы прям не было сухого места нигде на футболке. И да, были тренировки, но не все время, это какой-то период был. Там может, может неделя, а может месяц. Но факт того, что не позволял кушать тебе пока четко не по трению, то это да. Раньше же просто какой крамп был? Он не такой, он был не осознанный на сто процентов. Он был просто херячить очень сильно. Весь смысл крампа, так как бы, был в этом. Не танцевать, красиво говорить, да, лексика танцевальная, а типа кричать жестко. Сильно херячить. Ну, кричать я имею в виду телодвижениями. То есть сильно танцевать, амплитудно танцевать, мощно, чтобы ты сделал сброс рукой, чтобы пол провалился, короче, я не знаю. То есть ты тренил очень жестко. Соответственно, ты такой, блин, ты тренишь так, и такой думаешь, почему у меня всегда тут сухо? Надо значит еще, и ты стоишь и машешь этими руками, бам-бам-бам-бам. И тупо вот этот вот дрил ты делаешь, и ты уже не можешь, и еще добиваешь. А мы-то тренеры раньше, балахоны, вот эти футболки, джинсы, широкие. То есть если сейчас оно все в облипон, ты вспотел, и оно сразу тут все проступает, то там оно еще и вентилирует, оно же сразу же проветривается и сразу же сохнет на тебе. А ты тренишь в ней. Ну, конечно, интересный опыт, вот такой лэб. Ну, это получается говняный лэб, потому что ты тренинг, ты поставил себе смысл, ну, типа, смысл тренинг в том, чтобы вспотеть. Ну, это фитнес просто. Ну, да, было. Не буду перечить, было такое. Ну, а мне кажется, что вот вам тоже можно делать такое, ну, не со смыслом, чтобы мокрым быть, а со смыслом, типа, чтобы делать сильнее, сильнее, чем в предыдущий раз. Сделали, бум, следующий, еще сильнее, еще, еще, еще. И таким образом, вот этот вялый крамп, который у тебя, который, не, у тебя не вялый, ну, типа, вот, он станет, вот, сильным, понятно? То есть вот есть уже метод, как можно это сделать, сделать сильнее. Лэб. Ну, мне кажется, я максимально объяснил. Да, вам понятно? Пожалуйста, треньте, пожалуйста, треньте. Ум! — Ум! Аплодисменты! 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 Продолжение следует...